Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал! Совсем скоро новогодние праздники, и вот настало время и мне взяться за подготовку к Новому году. В этом видео, в первой части, я вам расскажу, как я сплела вот эту замечательную елочку. Это будет прям такой полноценный туториал. Мой первый туториал по плетению крючком. Во второй части видео я сделаю гирлянду для елки. А в третьей мы просто поговорим о разных приятных подготовках к Новому году. Если вы хотите сразу перейти ко второй или к третьей части, я под этим видео поставлю вам тайм-код. Так что сможете сразу нажать и пропустить ту часть, которая вам, может быть, будет неинтересна. Я нарисовала схему. Ёлки, схему основы. Здесь, правда, не очень сейчас, наверное, вам понятно, но я буду объяснять, как это все делать. Этот конус я нарисовала, чтобы вы видели, сколько здесь рядов и какой ряд, какой цвет лучше окрасить. Потому что это вы сами будете выбирать. Мне очень нравится, когда первые три ряда зеленые, последний зеленый и, может быть, один-два в середине. Чтобы были зеленые, а остальные, чтобы были других цветов, как украшения. Я купила турецкую пряжу. Это 50% катон и 50% акрил. Это турецкая пряжа. Называется Lanoso Alara. Я все цвета оставлю под описанием этого видео. Если вы захотите вдруг такие же взять. Ну, в общем, у меня такой зеленый, горчичный и такой, можно сказать, оранжевый, но он еще полуоранжевый, полукрасный такой цвет. А для подвески я буду использовать белую. Моя сестра мне дала бисер, такой довольно крупный. Это я буду использовать для украшений уже в самом конце. Для вот этого столбика я буду использовать не коричневую, а вот такую пряжу. Хотелось бы, конечно, коричневую, но я не видела смысл покупать просто для маленького столбика целый моток. Так что буду использовать такую пряжу, которая у меня осталась от одного топика. Я не совсем разбираюсь в номерах крючков. По-моему, это тройка или четверка. Ну, в общем, вы посмотрите, каким крючком вам будет удобнее с вашей пряжей, потому что пряжа может быть толще, может быть тоньше. Вначале я сделаю скользящую петлю, а потом после четырех петель я ее закрою. Как я вам сказала, я люблю, когда елка начинается с зеленого цвета. Я сделала одну елку с началом красного цвета, мне не очень понравилось, как получилось. У меня не совсем получается всегда делать скользящую петлю. Я до сих пор не верна, если я ее правильно делаю. И теперь мне осталось сделать еще четыре. Здесь смотрим, у меня четыре петельки. Значит, можно закрывать скользящую петлю. Просто тянем за вот эту ниточку, она закрывается. Теперь находим конец с этой стороны и замыкаем. Сейчас не очень хорошо понятно, потому что очень мелко. Но мы сейчас, получается, сделали скользящую петлю и первый ряд четыре петельки. Я сделала две подъемные петли и начинаю делать второй ряд. Во втором ряду у меня должно быть шесть столбиков без накида. Значит, я должна добавить помимо четырех столбиков, которые были в первом ряду, еще два. Значит, раз. Можно сюда же еще один столбик. Два. Три. Четыре. Можно сюда еще один, потому что мне нужно на два больше. Пять. Последний в этом ряду. Шесть. И теперь соединяем ряд со второй воздушной петлей, которую я делала для подъема. Соединили. Получается, у меня сейчас первый ряд из четырех петелек и второй из шести. В третьем ряду тоже должно быть шесть столбиков без накида. Значит, мы ничего не прибавляем. Просто делаем еще один ряд. Как обычно, начинаю с двумя подъемными петельками и просто плету еще один ряд. Я заметила, что в случае с елочкой мне удобнее крючок протягивать не через две. Ниточки. А только через одну крайнюю. И в принципе, результат получается такой же. Просто я не так мучаюсь находить вторую ниточку тоже. Уже почти заканчиваю ряд. И как обычно, закрываем ряд во вторую воздушную петельку, которую я делала для подъема. Ну вот, у нас три ряда уже есть. Я, наверное, сделаю еще один ряд зеленый, а потом буду уже менять цвет. Но вы как хотите, вы можете менять его даже сейчас. Сейчас четвертый ряд. И у меня здесь в схеме написано 1-1-2 столбика без накида. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида, а потом в третий столбик без накида 2 столбика. Сейчас покажу вам. Как обычно, начинаем ряд с двумя воздушными петельками и идем дальше. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида и теперь 2. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида и в следующие 2. Смотрим, что у меня здесь осталось. У меня осталась еще одна петелька и я в нее делаю просто 1 столбик без накида. Нет, у меня осталось 2. Еще одну петельку. И закрываю ряд во вторую петельку подъема. Вот у меня получился четвертый ряд. Сейчас я хочу поменять нить. Для этого просто отрезаю целую нить и вытягиваю ее. Хорошо. Затягиваю. Ставлю внутрь. В пятом ряду я написала 1-1. Это значит, мы делаем столько же столбиков без накида, сколько было и в четвертом ряду. Как бы нигде ничего не прибавляем. И сейчас я буду менять цвет. Следующий цвет я решила использовать оранжево-красный. Просто в любое место нашего мини пока что конуса ставим нитку и протягиваем ее. Как обычно делаем 2 воздушные петли, как подъем к следующему ряду. И дальше продолжаем делать по схеме 1 к 1. Значит, столько же столбиков без накида, сколько и в предыдущем ряду. Закрываем ряд, как обычно, во вторую воздушную петельку подъема. Вот мы и закончили пятый ряд. Следующий ряд я хочу сделать горчичного цвета. Поэтому я режу нитку. Смотрим по схеме, что нас ждет в шестом ряду. И здесь я написала 1-1-2 столбика без накида. Значит, мы должны через два столбика прибавлять так же, как мы делали в четвертом ряду. Сейчас вам покажу. И протягиваем в другой цвет. Делаем первые 2 воздушные петельки подъема. И следуем по схеме 1-1-2. И в следующую петлю мы делаем 2 петли. Делаем вот эту прибавку. Потом опять 1-1-2. 1-1-2. Вот мы видим, что у нас уже появляется рисуночек конуса. Переходим к седьмому ряду. Здесь у нас принцип 1-1. Значит, мы ничего не прибавляем. Делаем столько же петелек, сколько было и в шестом ряду. В седьмом ряду я хочу не менять нить, а ставить тоже горчичную. Делаем 2 петли подъема. И просто вяжем 1-1-7 ряд. Следующую нить я хочу выбрать оранжевого цвета. Поэтому срезаю эту. Переходим к восьмому ряду. И у нас здесь принцип 1-1-2 столбика без накида. Беру следующую нить. Вот у меня будет оранжевая нить. Как и раньше, в любое место ставлю. И притягиваю ее. Делаю 2 петли подъема. Если честно, не ожидала, что так трудно будет плести через камеру. Я сейчас не смотрю на свои руки, а смотрю только в экран. И это довольно тяжело, я вам скажу. Так что сори, если будет местами криво. Ну, наверное, вы привыкли. Смотря мои влоги, что где-то местами бывает криво. Так, значит у меня принцип 1-1-2. 1 я сделала. 1. И в следующую петлю, 2 петли, у нас идет прибавка. Дальше. 1. 1. 1. 2. Я закончила ряд. И хочу следующие 2 ряда сделать зеленого цвета. Мы пришли к 9-ому ряду. Здесь у нас принцип 1-1. И в 10-ом тоже 1-1. Значит, мы делаем просто без прибавок еще 2 ряда. Эти 2 ряда у меня будут зеленого цвета. Делаем 2 подъемные петли. И начинаем плести. Я закончила 9-й и 11-й ряд по принципу 1-1. И сейчас хочу сменить цвет на горчичный. И здесь написано 1-1-1-2. Значит, прибавка еще 1 петлю будет через каждые 3 петли. Хочу следующий ряд опять сделать с горчичным. 1-1-1-2. И в следующую делаем 2 петли. Прибавку. И так до конца этого ряда. Закончила 11-й ряд. Обрезаю нить. Потому что следующую хочу сделать оранжевого цвета. Следующий ряд, 12-й, у меня идет по принципу 1-1. 13-й ряд у меня тоже по принципу 1-1. Это значит, не будет прибавок. И я хочу его сделать опять горчичного цвета. Я довязала 13-й горчичный ряд и порезала нитку. Потому что, как я вам сказала, я люблю, чтобы конус заканчивался зеленым цветом. Начинался и заканчивался зеленым. И последний ряд у меня будет по принципу 1-1-1-2. То есть прибавка будет через каждые 3 петли. И это у меня будет все зеленого цвета. 1-2-3 и прибавка. Я закончила ряд и порезала нитку. Наш конус готов. Он еще выпрямится, когда мы заполним его ватой или наполнителем для игрушек. Сейчас перейдем на основу. Основа у нас делается быстро. И начнем с коричневого цвета. Вначале мы делаем 5 воздушных петелек. И замыкаем эти 5 воздушных петли в кольцо. 1-2-3-4-5 И замыкаем в кольцо. Здесь не очень понятно, на самом деле, это кольцо. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно во второй, в третий ряд, также по 5 столбиков без накида провязать. Вот у меня получился столбик такой. Теперь нужно поменять нить. Так как у меня эта нить такая проблемная, как вы видите. Я здесь сделаю узелок, чтобы она не распустилась. Дальше у меня будет довольно тяжелый такой ряд. Потому что мы будем делать прибавку в каждый столбик. То есть у нас будет 10 столбиков с накидом в следующем ряду. В каждый столбик из третьего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. Да, следующая нитка должна быть зеленая, потому что уже идет основа елки. Делаем две воздушные петли. И еще надо стараться, чтобы все эти ниточки были в серединке изделия, чтобы они не торчали снаружи. Поэтому этот ряд довольно такой проблематичный. Надо аккуратненько сделать его. И замыкаем ряд, а вторую петельку. У меня получился такой ствол. И уже идет основа. Пятый ряд у меня будет по принципу отрибавка и делать через одну петлю. Делаем две воздушные петли. И идем по принципу 1-2. 1-2. 1-2. Переходим на шестой ряд. У меня также идет принцип 1-2. И здесь я написала три точки, потому что по принципу 1-2, то есть прибавка через одну петлю, мы будем следовать, пока у нас не получится круг такой же по размеру, чтобы закрыть наш конус. И сейчас я думаю, сделаю как минимум еще три ряда, чтобы дойти до размера конуса. Ну вот я закончила мою основу. Мне всего понадобилось 7 рядов. Теперь если посмотрим, то как раз подходит под размер. и срезаем все нити. Срезаем и прячем. Например, вот эта нить, которая здесь в начале, я хочу ее спрятать внутрь и подрезать. То же самое сделаю с этой нитью. Наше изделие почти готово. Теперь мы будем пришивать в бусинки. Ну вот я закончила с бисером. И теперь осталось наполнить елочку. У меня такой искусственный наполнитель игрушек. Здесь выравниваем. И надо теперь провязать вот эту часть к этой. Так, провязали так. И следующий. Не обязательно прям каждые петельки брать. Я беру через одну петлю, через две. И вот так соединяем. В это время надо придерживать наполнитель, потому что он выскакивает. Ну вот и провязали все. Здесь какая-то ниточка осталась. Теперь делаем маленький узелок, чтобы это все не распустилось. И прячем нитки лишние. Сейчас хочу сделать подвеску для этой елочки. Для этого буду использовать белую нить. Находим почти кончик. Вот так. И присовываем. Ну вот и наша елочка готова. Осталось повесить ее на елку или куда-то в другое место, как украшение. Кстати, покажу вам еще несколько не очень удачных игрушек на Новый год. Или просто, лучше скажу, незаконченных игрушек. Во-первых, это такая елочка. Все, наверное, знают, как делать такую елку. Довольно знаменитая тема в интернете. И видео много можете найти. Делаются две елочки и вместе летается. Дело в том, что у меня не было нормальных колокольчиков, нормальных украшений для нее. И я сделала пока такие бантики. Мне пока не очень нравятся. Вообще не знаю, если ее повешу. И еще я... Это такой эксперимент у меня был. Такую штуку попробовала. Такую штуку попробовала. Но еще не придумала, что внутри поставить. Здесь должно, по идее, еще быть какое-то украшение. А в чем прикол этой штучки? Вот это колечко, это горлышко от пластикового стаканчика. И потом просто какой-то стандартный узор. Ничего такого сложного. Я думаю, если вы делали обычные салфетки в школе, то вы разберетесь. Здесь вот так подвешивается. Вот. Вообще, сюда можно или колокольчик, но я думала распечатать фотку сюда. И как-то прицепить так, чтобы она висела. Посмотрим. Тоже не факт, что будет висеть на елке. Скорее всего, просто в моей комнате. В этом году я решила создать гирлянды из сухофруктов. Первым делом я поставила духовку на разогрев до 150 градусов. Порезала мелкими дольками цитрусы. Я использовала пергаментную бумагу, для того, чтобы фрукты потом легче отклеивались. Апельсин у меня был слишком большим, поэтому я порезала каждую дольку пополам. Закинула в духовку фрукты на 15 минут. Через 15 минут я достала их и перевернула каждую дольку. После закинула опять еще на 15 минут в духовку. Потом опять вытащила, перевернула и отправила в духовку на час, но поменяла температуру на 70 градусов. Через час я достала мои цитрусы. Почти все они получились симпатичными. Для гирлянды я выбрала только самые красивые. При помощи крючка я их надела на зеленую нить. Позже я сделала еще пару гирлянд, но уже с арахисом и мандаринами. Елочка наша получилась в этом году очень милой. Пока Бубу кушает и чавкает, я хочу вам рассказать про еще один приятный процесс подготовки к Новому году. Если вы помните, раньше у меня планер-органайзер был в буллет-джернале. Сейчас напомню, как это примерно все выглядело. Но я поняла, что это не очень удобно, потому что такую большую цитрать не всегда охота брать с собой, она довольно тяжелая. И я поняла, что все-таки буллет-джернал останется в буллет-джернале. Там будет у меня и тревел-джернал. И решила взять себе отдельно такую супер-простую, супер-дешевую, не тетрадочку, а блокнотик такой маленький. Настолько маленький, чтобы не было ни лени, ни тяжело его носить прям каждый день с собой. И я уже успела здесь его внутри заполнить. Поделила каждый листочек на четыре части. И уже отметила самые важные праздники. Буду заполнять. И у меня не весь блокнотик ушел на органайзер. А, кстати, да, я использовала еще наклейки оставшиеся от No Kid Stickers. Вот, самые мелкие. И пол блокнотика у меня просто будет для записи всякой всячины. Возможно, срывать буду и отдавать кому-то или просто кидать в карман. И, по-моему, это очень-очень удобно. И классно, что сейчас мой органайзер будет всегда с собой. Потому что, если честно, когда я вела вот в 2018-м вот этот планер-органайзер, мне иногда даже приходилось фоткать то, что я запланировала, и идти куда-то. Потому что я не могла взять такой большой журнал с собой. У меня маленькая сумка была. Да, и просто спина болит долго ходить с таким... с такой большой тетрадкой. Так что так. Всем советую тоже. Или, если вам удобнее, на телефоне вести свой органайзер. Или в супер маленьком блокнотике. Что касается телефона, то я иногда и в телефон записываю то, что я хочу успеть сделать за день. Но очень часто, не знаю, может только со мной такая фишка происходит. Может быть, со всеми. Но я часто, когда записываю в телефон, я просто забываю. А когда я пишу на бумаге, ручкой, карандашом, не важно, то у меня это в памяти лучше сохраняется. Я помню, что вот мне что-то надо сделать. Не знаю, наверное, вот у меня такая память еще со школы. Я ее такую сделала. И поэтому мне удобнее вот с таким планером-органайзером. Напишите под этим видео, как вы готовитесь к Новому году, какие игрушки, какие декорации вы делаете. А мы с вами, наверное, уже встретимся после Нового года. Так что я желаю вам самых прекрасных волшебных праздников, чтобы вы провели их так, как вы хотите. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вам было интересно и полезно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok